Да не, ребятки, я, конечно, все понимаю, но замерзать я вам не советую. Именно поэтому я надел то, что мне нужно. Да и всем я советую. То есть есть люди, которые надевают вот эти самые штучки под названием типа лето. Но типа лето это не совсем типа лето, потому что у нас и зима-то бывает до минус 25 градусов. И к слову о том, что меня наверняка поддержат замечательные работники ГИБДД. Потому что я даже шапку не надеваю, могу спокойненько, когда я это провинул. Эта тема весьма интересная. Так вернемся от моей одежды к тому, куда я приехал. Я приехал на Герцена 6. На Герцена 6 что у нас располагается? На Герцена 6 у нас располагается Джазмул и Альфа-центр. Это одна контора, очень хорошая, грамотная контора. И к слову о том, что даже невзирая на то, что вам бы казалось, что это все-таки бизнес-центр, здесь абсолютно недорогое торговое развлекательное мероприятие. Здесь огромный торговый супермаркет и не только супермаркет, потому что здесь не только в супермаркете дело-то идет, а здесь еще и очень большое количество остальных вещей, они весьма интересные. И к слову о том, что они абсолютно недорогие. Я сюда прихожу неоднократно, то есть мы сюда приходим, работаем, и это нам очень сильно нравится, потому что здесь цены-то невысокие. А к слову, давайте все-таки проверим, насколько эти цены невысокие. В этом своем сюжете я ничего не буду про вас говорить, хотя это сделаю уже потом. Но в принципе вы должны понимать количество людей, то есть количество посетителей этого центра, это просто нормально, красиво и ровно. И давайте все-таки объясним, что вам реально необходимо сюда приехать. Для того, чтобы вы сюда приехали, руководство Джазмола сделало для вас замечательную викторину. Счастливый чек, счастливый чек. С завтрашнего дня, с 17 февраля по 8 марта вы сможете купить себе любой товар на сумму свыше 5000 рублей, положить эту квитанцию в определенное место, я вам чуть-чуть позже покажу. И 11 числа будет розыгрыш. Весьма интересный розыгрыш. Весьма интересный он еще и тем, что после того, как вы пойдете и зайдете в магазин Джазмол, в ресторан, не только, тут много. И ресторанов тут целая куча, и кафешек здесь также много. Тут все хорошо и ровно. Здесь жить можно, еще и кино здесь даже можно посмотреть. И купив то, что вам необходимо для дома по абсолютно адекватной и нормальной цене, вы можете сказать, это то, что я люблю. Есть города контрастов, а есть город очарования. Очарующих городов немного. Магнитогорск один из таких. При этом в этом городе есть уникальный бизнес и торговый центр. Со всеми примочками от ресторанов до аптек с электронными дискаунтами и кино. При этом этот Джазмол не втирает ценники. Не въезжаете? Хорошо. Про перекресток не буду говорить. Он для всех. И ценники ниже сетевиков. Хотя это и есть сетевик. Теперь про все остальное. И к слову, ну чтобы стало понятно не только магнитогорцам, но и тем, кто смотрит эфир в пяти сельских районах. При всем богатстве цен, цены, странных, своей уникальностью вверх, здесь нету. Нет. И все. Для того, чтобы вы были очарованы, руководством Джазмола был придуман новый конкурс. Как он называется? Акция «Счастливый чек». Разберемся поподробнее. Чтобы было понятно. В любом месте, кроме недорогого перекрестка, вы покупаете товар на 5000 рублей. Когда мне говорят, что эта сумма чуть более, я объясню. По сути, эта сумма доступна каждому. Тот, кто умеет и понимает, что при совершенно адекватных ценах, при которых вы не падаете, это идеальный вариант хорошо и недорого одеться по турецким ценам. Анталии, Кимера, Сиде и Алании. Но это в магнитогорске. Почему? Доказываем сразу. Дешевле в Стамбуле, но плюсом перелет. Дешевле в Китае, но плюсом перелет. Не дешевле в электронных дискаунтерах. Они тут в количествах двух штук присутствуют. Мало того, при такой затарке цена будет однозначно выше тех 5000 рублей, как при покупке мебели. Да, да, да. И мебель здесь есть. И кровати. По нормальным, а не завышенным ценам. Мало того, при путешествиях за Бугор, а это также здесь есть, вам бонусом участия в акции. Тоже здесь. Просто купили, просто заполнили, просто опустили квитанцию в этот полностью охраняемый лототрон. И 11 марта вы принимаете участие в розыгрыше удовольствия. Удовольствие следующее. iPhone, телевизор. Что, кстати, достаточно дорогое удовольствие по цене. и множество других очаровашек. 11 марта 15 часов. То есть, в 3 часа дня. И вы думаете, что это не получится? Да нет, это получится. Потому что сумма, в принципе, достаточно простая. Мы ничего не будем говорить о курсе доллара и всего остального. Но эта сумма даже меньше, чем 100 долларов. В принципе, как бы я вам сказал, что сумма меньше, чем 100 долларов, это, по сути, ничто для нас. Потому что даже если мы пойдем спокойненько закупаться вещами, которые нам необходимы, ну, качественная и отличная одежда, в том числе и обувь, это даже, в принципе, невзирая на то, что ценники в джазмоле не блещут какой-то очень интересной новизной красотой и в некотором смысле ничего не буду говорить. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть, в принципе, здесь все есть по абсолютно нормальным и грамотным ценам. Вы себе купили то, что вам нужно, вам выписали квитанцию и с чеком. Естественно, и потом мы все это дело положили вот сюда, где 11 марта. Если это дело получится, мы это вам продемонстрируем. Если это дело не получится, в связи с тем, что джазмол для меня это практически мой второй дом, потому что я живу здесь недалеко, рядышком здесь находится онкологический центр, в котором я достаточно частый гость. И самое забавное, что здесь есть очень большое количество банкоматов, где я такой же частый гость. Вы должны же понимать, что качество моей жизни это не совсем то, что я получаю. Ну, да ладно, не в том суть событий. То бишь, раз это часть моей жизни, то я вам говорю, что приходите, покупайте гимн. Вы сможете это дело разыграть. 11 марта. Если это дело получится, я это дело вам сниму. Но до этого дела я показываю этот сюжет и неоднократно. Субтитры создавал DimaTorzok